Ну, видите, люди... Сейчас нормально? Кто слышит меня? Нет, я сейчас вот вышла в прямой эфир. Сейчас нормально. Нет, я думаю, что по причине того, что мне там все нормально, люди пишут, что звук есть. Так, мы сделаем так. Все отлично. Привет, 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 привет. Значит, вкратце, ребят, мы сейчас вышли в прямой эфир для того, чтобы разобраться вообще, что такое коксохимическое производство. Сейчас я здесь нахожусь со специалистами непосредственно. Валерий Вячеславович, это специалист именно по Котлантец, знает все абсолютно и расскажет. И второй специалист у нас, значит, человек, который непосредственно, вот его диплом, то есть человек, который непосредственно, Артур Борисович, занимается именно коксохимическим производством. Сейчас он вкратце рассказал два метода производства коксохим... кокса... 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 то есть и кто был сейчас на прямом эфире, давайте так, чтобы мы заново не повторялись, то есть это два. Первый вариант, он невозможен из-за локации, правильно? Потому что нужно... Не то, что невозможен, он сложен. Сложен. Сложен и может к аварии привезти. Но самое, получается, если дальше продолжить, самое главное даже не это. Вот в том же Заринске, если так посмотреть, всяко с месторождений России подведен резервный газопровод для, ну, природного газа. В случае аварии на ТЭЦ его, наверное, используют. Я там не был, но что такое есть, я слышал. Вот. Дальше получается у нас что? Что... Помимо этого, в составе коксохимического... при коксовании, помимо доменного кокса и коксового газа, выделяется огромное количество химических продуктов коксования. Химические продукты коксования для коксующегося угля – это каменоугольная смола, это аммиак, это сырой бензол и нафталин. Это все выходит из газосборников коксовых печей и должно быть направлено на очистку. Поэтому в любом коксохимическом производстве в его составе стоит химический завод, так называемый цех химулавливания и переработки продуктов коксования, который, ну, по технологии сопоставим с нефтехимическим заводом, не с нефтеперерабатывающим, имеет очень большую стоимость и очень сложные технологические установки. Потому что из коксового газа сначала у нас улавливается каменоугольная смола, за счет охлаждения газа в холодильниках и над смольной водой. У нас улавливается аммиак, в специальных аппаратах на второй стадии у нас получается сульфат аммония удобрения. Третье, у нас обязательно надо улавливать нафталин, он забивает, кристаллизуется всю аппаратуру аналога и сырой бензол. Это все улавливается в третьем отделении. Плюс есть сероводородные угли, сернистые угли, из которых выделяется большое количество сероводорода. Поэтому также в составе некоторых коксохимических заводов стоят цеха улавливания сероводорода с производством из них серной кислоты. Но это еще не все. Помимо того, что эти продукты уловить, их надо правильно переработать. Поэтому в составе крупных заводов имеется цех, смолоперегонный цех, где перерабатывается каменноугольная смола. И имеется цех ректификации сырого бензола, где сырой бензол разгоняется по фракциям. Каменноугольная смола, она сама по себе представляет собой смесь высококонцентрированных романтических углеводородов. Некоторые из которых обладают сильно канцерогенным действием. Один из них соединение 1-3 бензопирен, которое концентрируется в каменноугольной смоле, концентрируется в каменноугольном пеке. При производстве пекового кокса выделяется в атмосферу, но пекококсовые батареи есть не в составе всех заводов. И вообще принято было в Советском Союзе, что работников смолоперегонного цеха и пекококсовые батареи раз в 3 месяца обследовали на онкологию. Смены были по 6 часов, это был первый список вредностей. Второе опасное соединение коксохимического производства это образование фенольных вод. Мы все знаем, что уголь помимо своей влаги, которая подается в виде шехты, она должна быть порядка 6-10%, она у нас попадает в коксовую печь. Само собой она испаряется и улетает в систему химулавливания. И у нас есть еще перогенетическая влага угля, так называемая, которая за счет растворения соединений... Так, еще раз. Есть перогенетическая влага, которая за счет разложения угольной шехты выделяется также в цех химулавливания. Данная вода насыщается сильно фенолом и аммиаком в процессе равновесия при улавливании с коксовым газом. Соответственно, первая стадия очистки такой воды это выделение аммиака методом отдувки в отпорных колоннах наподобие ректификационных. Вторая стадия у нас это очистка воды от фенола. Это у нас раствор через, проходит, вода проходит через специальные спрубера, где посредством контакта с щелочью очищается от фенола с образованием товарной продукции фенолятов и от бросной аммиачной воды, от бросной надсмольной воды, будем ее так называть. Но при этом вода еще не до конца очищена, сброс ее в водоем и запрещен. Два грамма фенола на тонну воды вызывает отравление. Воды, где, ну, непригодна для живых организмов. Поэтому воды с содержанием до 3-4 грамм на кубометр фенола сбрасывают на биохимическую очистку, где специальные бактерии разлагают фенол. И даже после этого данную воду нельзя сбрасывать в водоемы. Ее стараются использовать на мокрое тушение кокса, испаряя фенолы в атмосферу. А атмосферу фенола на сколько это вредно? В атмосферу фенолы оно, конечно, вредно, но они в процессе контакта с углем, с раскаленным коксом. Часть из них разлагается, часть сорбируется, но в результате получается относительно ниже степени воздействия на окружающую среду, чем сброс в водоемы. Хорошо, как это чревато, допустим, даже вот с таким низким количеством содержания фенола, если будут выбросы ежедневные, да, вот скажем так, как это чревато? Ну, как чревато? Во-первых, выброс фенольной воды, я еще раз повторюсь, можно делать либо на мокрое тушение кокса, как это делают на многих заводах, либо при условной хорошей очистке по анализу сбрасывать в водоемы. Ну, или в прудоохладители. Ну, у нас, как всегда, как если идет нарушение технологии, нехватка пара на отдувку, кислоты много попало, бактерии все на биохимии умирают, идет проскок фенольных вод в комбинатовскую канализацию, соответственно... Существует вероятность, что что-то пойдет? Вероятность существует очень большая. Теперь здесь надо сказать про что еще, что стоимость данного завода очень высокая. Я работаю в системе проектирования, могу сказать, что примерно на строительство коксохимического завода полного цикла с двумя коксовыми батареями, большой емкости современной, с объемом камеры 41,6 метров кубических. У нас и цехах имулавливания, и цехов переработки, у нас стоимость примерно будет от 150 до 200 миллионов долларов. Мне интересно, наши инвесторы найдут такие деньги, потому что ни одного такого производства в Казахстане не построили со временем развала Союза. Ну, если это хорошая прибыль и хорошая окупаемость. Ну, а какой здесь можно говорить о купаемости, если коксующийся уголь надо возить за тысячу километров? Ну, хорошо, этот вариант у нас отпадает. Теперь вы говорили, что есть вариант о котлах, который есть, то есть непосредственно уже на том, на тех котлах и на ТЭЦ, которые здесь есть, чтобы не строить этот завод. Вот можете рассказать теперь об этом методе? Давайте подойдем к вопросу маленько по-другому. Во-первых, есть еще такой процесс, как полукоксование угля. При полукоксовании угля используются угли марки Д, длиннопламенный ДГ, длиннопламенный газовый и марка Г. Это у нас разрез каражера такой уголь, разрез шебаркуль такой уголь, ну и все открытые разрезы, которые в непосредственной близости могут находиться. Да, находиться. Но при этом у нас при коксовании этого полукокса у нас не образуется кокс. Домины почему? Потому что длиннопламенный уголь не созрел для коксования, он не образует прочность. Он образует при коксовании гранулы, которые возможно использовать лишь для ферросплавных печей, электродуговых, для кремниевых печей, для вельс печей в цинковом производстве, если он беззольный. То есть его как доминококс использовать уже нельзя. Соответственно, как специалист я вижу такую вероятность, ну с учетом близости месторождения, с учетом близости и с учетом потребности вельцеха, ридерского цинкового завода. В таком восстановителе есть вероятность, что наши инвестора будут строить завод именно такого плана. Этот завод тоже делится на три подкатегории. Первая подкатегория у нас это коксование длиннопламенного угля без доступа воздуха в шахтных печах, который сопряжен с теми же рисками, только еще хуже, что сам коксохимический завод нормального традиционного цикла. С чем это связано? В процессе коксования угля в шахтных печах без окислительным методом, без доступа кислорода и сжигания части угля, у нас образуется та же самая смола каменноугольная и огромное количество за счет большого выхода летучих фенольной каменноугольной воды. Смола полукоксования и фенольная вода до сих пор нигде не может найти применение. В свое время для шубаркульского разреза вся наука Казахстана, кто связан с химией, занималась попытками переработки каменноугольной смолы полукоксования и пирогенетической воды. Плюс на шубаркуле писали статьи, что на коксовом газе как раз собирались строить мини-тест для получения, ну для выработки электроэнергии, получения тепла для нужд разреза. Ну насколько у меня есть последняя информация, то что пишут в интернете, что все-таки они этот турбогенератор ТЭЦ построили, вроде у них процесс пошел и они методы утилизации смолы все это тоже нашли. Но все это сопряжено с большим риском, так как если хоть каменноугольная смола, коксование и методы переработки воды, работающие на территории всего Советского Союза, всех металлургических заводов, это уже технология отглажена, то в полукоксовании у нас наука начинала и в России, это только начинается и то есть эти технологии только-только находятся на стадии внедрения. То есть сейчас смотрите, если говорить, как нам говорили, что это будет не производство кокса, а будет полукокса, то и производство полукокса еще страшнее. Ну и методом безокислительного коксования, да. Ну то есть они нас хотели успокоить, а в итоге нам нужно еще больше организации. Нет, подождите, надо быть справедливым и давайте скажем так, что у нас есть еще две технологии производства полукокса, которые считаются относительно безвредными. Супер. Они, то есть есть какой метод? Есть метод, использовали его в свое время в Красноярске, его использовали на Кремниевом заводе, на Силипсовом, Казахстан, пока он работал. Это метод обратной тепловой волны. Это идет загрузка реторт кусковым, допустим, шубаркульским углем. Реторты имеют водоохлаждение. И за счет сгорания части угля у нас идет процесс коксования. Соответственно на трубу, на факела у нас уже вылетают не химические продукты коксования, а полуразложенные и полусгоревшие перекоксованные слои продукты и частично сорбированные этим же столбом кокса, которые просто дожигаются на факелах. То есть это подобие того, ну как вот на феррославных печах газ СО дожигают, как на ТЭЦ уголь в котле горит и также продукты сгорания у нас выбрасываются, пройдя газоочистку в атмосферу. То есть таких соединений, как фенолы, как каменоугольные смолы, как бензол уже при данном методе будут следы. Ну то есть этот вариант, вот вы говорите, выбросы, насколько опасны выбросы при таком варианте. Мы же, мы должны еще с вами понимать, что здесь горная местность, да, здесь давление и поэтому здесь все будет оседать. Вот мы знаем все Алматы, что происходит, да, то есть Алмата вот под таким смогом, потому что это все остается. Здесь существует ли вероятность того же, даже если будет минимальный вред, но все это будет оставаться здесь, понимаете? Ну давайте скажем так, что у нас получается, разделим выбросы, мы сейчас говорим именно о вреде коксохимического производства. Есть еще общепромышленные выбросы. Давайте все-таки договорим о вреде в таком плане, что, ну у нас получается, первое, что по сравнению с традиционным коксохимом, если такой метод применить, у нас не будет химического цеха с переработкой смолы и всего, все будет сгорать. У нас не будет сброса сточных фенольных вод, которые также будут, ну, перигенетическая влага угля при сгорании, как в той же тест, будет выделяться в атмосферу. Ну а что касается общепромышленных выбросов, если это, то любой общепромышленный выброс, это у нас угольная пыль, это у нас коксовая пыль, это у нас... Ну то есть это не так опасно? Это, оно не опасно, но тут есть какой момент, что это все должно улавливаться аспирационными установками. То есть любое производство, будь то металлургическое, неважно, любое, даже легкой пищевой промышленности, может выделять в атмосферу общепромышленные выбросы. Какие оно их выделит, покажет, когда выполнят проект, если выполнят, это оценка воздействия на окружающую среду. Вот теперь скажите, пожалуйста, Артур Борисович, вот по поводу котлов, которые есть у нас на ТЭЦ. У нас есть Валерий Вячеславович, и может быть как раз поговорить о том, возможно ли сейчас на нашей ТЭЦ с нашими котлами данное производство. То есть вот об этом бы еще хотелось поговорить. Давайте тогда вернемся к четвертому методу, который я как называл самый безопасный для коксования, я еще про него не рассказал. Сейчас появились такие технологии у нас и в Российской Федерации, и в Китае, где полукоксование угля происходит на котлах, на энергетических котлах, на колосниковых решетках котлов. ТЭЦ котельные. То есть смысл получается какой? Раньше мы загружали на колосниковую решетку уголь, он сгорал полностью, мы его с системой золоудаления убирали. Сейчас, как по-новому под это дело котлы модернизируют, соответственно, у нас полпроцесского коксования происходит на решетке. То есть под решетку дают недостаток воздуха, соответственно, за счет также сгорания части угля на решетке окислительным пиролизом остаток коксуется. А летучие продукты у нас улетают в конвективную часть котла, где добавляют избыток воздуха и, соответственно, у нас происходит сгорание продуктов, всех продуктов коксования. И это мы получаем фактически ту же ТЭЦ с полевидным выбросом, где газоочистка очищает от всех шламов, от всего. Только единственное, что у нас вместо золы образуется кокс, то есть нам на стадии с решеток участок золоудаления переходит в удаление кокса. Вот смотрите, до этого мы когда разговаривали, в принципе, существует возможность, что тогда упадут обороты, то есть не будет тепла такого при вот таком методе выработки кокса в домах. Ну, сказать, что не будет тепла, давай... Нет, оно будет, но не... то есть вот именно это производство, оно забирает какое-то... Давайте скажем так, если инвестора решили делать реконструкцию ТЭЦ, как это все говорится, то мощность ТЭЦ может быть увеличена, то есть может быть достроено два дополнительных котла, ну или два, или сколько надо. Но вообще, насколько я знаю, что вот эти вот котлы, которые используются для производства кокса, они имеют 60% эффективности по выработке тепловой энергии от котла, где идет полное сжигание топлива. То есть на 60%, а не на 100%, да? То есть на 40% и мы... Да, 40% тепловой энергии у нас осталось в коксе. То есть если мы хотим получить такое же количество тепла, такую же выработку пара, нам надо увеличивать либо мощность котла, его габариты, либо в линию работы ТЭЦ добавлять еще несколько таких котлов, которые будут работать при коксовании угля. А у меня и возникает такой просто единственный вопрос к специалисту энергетику, что у нас получается у котлов с решеткой мощность ограничена, тепловая. Какая мощность на данном этапе на ТЭЦ у котлов? И с возможной модернизацией, да, о которой мы говорим, то есть что будет? Нет, переделать можно все, что угодно. И бензиновые двигатели на автомобилях работают на газе. Какую реконструкцию задумывают? Об этом мы не знаем. И мы просим встретиться, чтобы нам рассказали, но... Я говорю, возможно, это преждевременное, вот сейчас обсуждение чего-то, потому что какая реконструкция, какие планы, вот. Допустим, увеличивать в несколько раз расход топлива, как вы говорите, это, ну, на такой ветке это и неудобно, и не практично. Вот. Способ получения коксового газа и его использования, как они его хотят использовать, в виде растопочного топлива, или в виде основного. Вот. От этого и будет зависеть и модернизация ТЭЦ, и сколько нужно будет угля, и сколько нужно будет коксового газа. Вот. Поэтому, ну, переделать можно все, что угодно. Вот. Ну, единственное, могу сказать, что любая переделка, именно, и перевод любого котла на сжигание, тем более, коксового газа, будет очень... Затратно. Затратно и дорогостоящая, потому что, ну, помимо того, если этот газ с калорийностью около 4 тысяч, вот, от 3-200 до 4-200 в этих пределах, куксовый газ, калорийность его, то его понадобится, ну, 14-16 тысяч кубов на... За какой перевод? За час. За час. То есть это 15-16 тысяч кубов в час. Сколько котлов у нас? 4? 6 котлов. 3 котла среднего давления и 3 котла высокого давления. Это около 90 тысяч обратного коксового газа в час. Так вот, сейчас, возьмем, в пример, ArcelorMittal, тот же, 3 коксовых батареи большого объема, обеспечивает и химический цех газом именно в 90 тысяч метров кубических в час. Попроще теперь? То есть у нас с 3-х коксовых батарей, которые требуются огромная загрузка шифты, которые, ну, в год где-то делают порядка... Ну, я вот сейчас не помню цифру, ну, там в миллионах тонн кокса цифра. И мы сейчас говорим именно про кокс, не про полукокс. То у нас получается, что с 3-х коксовых батарей идет в час 90 тысяч кубометров коксового газа. То есть, чтобы обеспечить 6 котлов, нам надо 90 тысяч газа сжечь. Плюс не надо забывать, что... А что будет, извините, в угле? Сколько это угля надо? Нет, в настоящее время, как предвключенная тепловая нагрузка на ТЭЦ, 230 гигакалорий. Это то есть на максимальную температуру. Вот. Значит, на максимально низкую температуру. Вот. И расход угля с калорийностью от 4,5 до 5,200 килокалорий на килограмм. От 2,900 до 300 тысяч тонн в год. Вот. Увеличивать, допустим, расходы топлива при... Ну, экология, конечно, будет против. И сейчас вот рассуждать, допустим, будут выбросы, не будут выбросы. Любое производство, конечно, связано с выбросами. Вот. Но надо сначала узнать, что они хотят делать. Да. Вот. Может что-то есть рационарное, а может вообще неприемлемое. Приемлемое к этим котлам и к такой логистике. Поэтому надо смотреть, надо думать. Вот. То, что, допустим, да, в Тимиртау, там котлы вот эти ПК, нет, ТП, они предназначены для работы на коксовом газе. Вот. И угли одновременно. Есть такие котлы ТП-31 там. Вот. Жасказгане они еще стоят. Вот. Наши котлы не приспособлены. Наши котлы не приспособлены. И для этого нужны, ну, хорошее вложение для того, чтобы приспособить хотя бы эти котлы к газу. Вот. Вот. Но калорийность этого газа нам в два раза практически ниже, чем тот, который используется в бытовых. Пропан-бутантам или еще что-то там до 8 тысяч. Здесь до 4. То есть на данном этапе то, что сейчас имеем мы котлы, вот эти, которые имеем котлы, они не приспособлены для данного производства. Либо приспособлены. Это я еще, знаете, что хочу сказать, что это коксовый газ имеет калорийность 3,200 и 4 тысячи, а полукоксовый газ имеет калорийность того меньше. Потому что в полукоксовом газе еще больше ЦО и водорода, и мало углеводорода. Хорошо. Как это скажется на... Вот меня сейчас и как других интересует, это мы понимаем, связано ТЭЦ, это выработка тепла, да? То есть я так понимаю, чем меньше давление, тем меньше тепла, так? Это все... Простым языком. Это все правильно, но это обывательское понятие. На все будет проект. От инвесторов и от всех. Если проект по расчету материального и теплового баланса котла покажет, что выработки тепловой энергии и пара необходимых для вращения турбины параметров не хватает, значит будет увеличена либо мощность котла, либо будет расширен котельный парк. То есть то, что мы сейчас говорим, что за счет производства кокса у нас снизится тепловая нагрузка на город, инвестору, чтобы получить энергетический пар необходимых параметров и получить кокс, необходимо будет просто увеличивать парк котлов. Либо увеличивать их мощность, либо устанавливать дополнительные котлы. Ну что тоже, скажем так, затратно, правильно? Не, ну затратно, но ТЭЦ нуждается в реконструкции, в установке нового энергетического оборудования. Это однозначно. Ну на старом однозначно оно не вытянет. Ну как бы... Там уже нечего использовать. Котлы подлежат ремонту, естественно, можно заменить и трубную часть, и барабаны котлов, и коллектора, и паропроводы. Это все меняемо. Это все делается. Ну, надо знать планы инвесторов. Как они планируют использовать ТЭЦ, и как использовать, допустим, эти идеи. Пока... Ну вот мы и пытаемся добиться встречи с непосредственным владельцем ТЭЦ, да, но никто не выходит на связь. Поэтому, даже, как я поняла, я разговаривала с Дмитрием Анатольевичем, и он тоже написал просьбу о встрече с горожанами, да, с жителями города. Но пока собственник никак не... Может быть, реагирует, но, по крайней мере, не выходит на связь. Возможно, из-за того, что у нас ТЭЦ пока сложная ситуация, ситуация часть, вот, и, в принципе... Ну, видите, люди все-таки переживают, граждане переживают, потому что... Но здесь очень прекрасная экология, здесь такая неимоверная красота, и если существует хотя бы какая-то вероятность того, что это будет загажено, то, конечно, люди бьют тревогу. Поэтому, ну, сейчас, в принципе, давайте так обобщим, да, на данном этапе производства, вот, именно с данными котлами, с данным оборудованием, на данном этапе производства кокса, полукокса, неважно, оно невозможно, правильно? Это только с реконструкцией. То есть, они сейчас не могут начать потихоньку это делать, да? И еще один интересный момент, касаясь энергетики коксохимического производства. Для любой переработки каменноугольной смолы, сырого бензола, для улавливания, потому что везде нужна температура. И цехи улавливания, и цеха переработки используют огромное количество энергетического пара низких и средних параметров. То есть, грубо говоря, если тут будет строиться коксохимический завод традиционного цикла, то два котла таких мощных, как минимум, будут работать на выработку энергетического пара для обеспечения самому же коксохима энергетическими потоками. Для нагрева, для разгонки сырого бензола пар используется, пар используется для подогрева смолы в осветлителях и везде. Потому что любая эта смола вся может перекачиваться только при 80 градусах. То есть, два котла, которые будут, это будут исключительно... Если еще на 90 тысяч газа, как минимум. На собственные нужды. Да, на собственные нужды. Плюс еще надо что сказать, что в составе коксохима традиционного стоит еще два крупных цеха, про которые мы не упоминали. Это цех углеподготовки, который дробит, принимает концентраты угольные и коксующиеся угли. Минимум делается 20-суточный запас по удаленности, как я говорил, чтобы батареи не останавливать. И углеобогатительный цех. Углеобогатительный цех, но это сравнимо с нашей ридерской фабрикой, только обогащается уголь, а не руда. Также используются процессы флотации, также будут угольные шламы, также используются процессы отсадки. Теперь как, что это? Для меня вопрос такой, как это чревато? Вот у меня такой вопрос. Вот это все, что вы сейчас рассказали, очень интересно. Здесь, я так понимаю, большие территории. Получим новое хвостохранилище с угольным шламом. Если уголь здесь будет обогащаться. Есть заводы, где уголь не обогащаются. По-моему, в том же Заринске привозят с Кузбасса готовый концентрат. Но точно сказать не могу. То есть, помимо всего прочего, здесь еще будет вот эта вот огромная переработка всего. А в Тимиртау для работы Коксахима семи батарей установлено две углеобогатительные фабрики. А, то есть, еще помимо этого у нас будут еще обогатительные фабрики. Они по площади занимают пол Коксахима. Да, да. В общем, вырезала новая, очень интересная штука, что если будет еще этот завод, то у нас еще помимо этого будет завод... Вот тут еще, смотрите, если строить завод такой, он будет, ну, если большой Коксахимический, он будет как цинковый по размеру. Будет столько же народу тысячи четыре работы. Ну, конечно, хорошо, когда есть рабочие места, но когда люди, как говорится, давайте будем честными, люди имеют очень большие серьезные проблемы со здоровьем. И уже если вставить на чашу весов рабочие места, либо жизнь, здоровье человека, то я думаю, что любой здоровый человек выберет. Ну, и при этом, как бы там ни было, я бывал много где в командировках, много статей по отрасли читал. Ну, и у меня есть такая информация, что наилучший завод с передовой технологией на территории бывшего СНГ, это Алтай-Кокс. Это город Заринск, где применены все передовые технологии по цехам хемулавливания, по цехам переработки продуктов коксования. Ну, я вам скажу, если инвестор здесь хороший экономист, то вот завод, который работает в составе металлургии, которому нужен доминный кокс и газ, они за коксохимом за химией особо не следят, она у них в упадке, потому что у них основные продукты доминный кокс и коксовый газ. Завод, как Заринск, у которого кокс идет на сторону, на новолитетский комбинат, у которого газ идет на обогрев ТЭЦ, водород идет на Алтай-Азот, на предприятие по производству удобрений, то им выгодно химическую продукцию всю улавливать и перерабатывать. Не сбыт, потому что есть, а потому что ее выгодно переработать. Мы, когда учились в университете, нам коксохимики, преподаватели говорили, что себестоимость производства кокса, не себестоимость, а прибыль от производства кокса, если продать весь кокс и продать химическую продукцию коксования, правильно их переработать, то прибыль от продажи химических продуктов коксования, переработанных до кондиционного сырья, которое имеет спрос на рынке, будет в 2-3 раза выше, чем от получения кокса. Но при этом завод должен иметь в своем составе все цеха, он должен иметь передовые технологии, которые сейчас разрабатывает. У нас получается это, ну вот я говорю, что в России на Алтай-Коксе вот эти все технологии применяются. То есть в Алтай-Кокс газ девать некуда, они его сжигают на ТЭЦ. А чтобы получить максимальную прибыль, вся химическая продукция идет в переработку. Ну будем надеяться, конечно, что инвестор может построить такой завод, но... Но скажем так, что со времен развала Советского Союза ни в одной из стране СНГ максимум меняли коксовые батареи, которые отработали свой срок по 1-2, и достраивали линии цепов к емулавливанию. Но мы видим Тимиртау, Арсенлор Метал, далеко ходить не нужно. Да, ни один завод не построил еще, даже металлургический, у которого огромные обороты себе, новое коксохимическое производство с нуля, с пустой площадки. Ну я думаю, что есть что еще добавить? Это в любом случае. Дело не завтрашнего дня и не послезавтрашнего. Для этого нужно будет и разработки, и проекты, и все прочее. И, ну, я говорю, сначала надо узнать, что планируют. Да. И еще, если инвестор будет вот такой, как у нас Касцин, потому что, ну, я вообще, бывший житель Тимиртау, я сюда переехал в свое время, чтобы устроиться на металлургическое производство, которое, ну, оно на то время, да и сейчас, оно является лучшим в Казахстане. Побывав в командировках много где, я это понял. Почему? Потому что здесь используются передовые методы по технологии. То есть, как мы видим, у нас все газы перерабатываются в серную кислоту, у нас очищаются сточные воды, у нас оборотные замкнутые циклы по воде. Ну, очень много для экологии было сделано. Если здесь инвестор будет делать так же, то новые производства всегда хорошо. Это даст Росгород и всего, но это надо, чтобы делали на уровне Касцинка. Но мы просим встречи, мы просим хотя бы, чтобы объяснили, чтобы мы понимали, что вообще происходит. Потому что все на словах, да, на встрече с Дмитрием Анатольевичем Тарского, все на словах. Мы тоже нам, как бы, нам объявили и все. И поэтому мы очень надеемся. Но люди уже боятся. Ну и все-таки не надо даже забывать, если будет все хорошо, что мы находимся в горной местности. Те же общепромышленные выбросы, кантовка вагонов, вагонопрокидов, та же самая, где по сей день даже в Европе ничего не применили. Выгрузка кокса с коксовых камер, если вам посмотреть видео в Польше, в Германии, заводы. Коксовая батарея чистая по сравнению с нашими российскими. Ну с нее так же выделяется, то есть особенно выделяется дым при загрузке и выгрузке кокса. Какую бы бездумную загрузку не применяли, какую бы аспирацию не применяли, часть этих продуктов все равно выбрасывается в атмосферу. И если быть справедливым, то по химическим цехам, если они работают правильно, как нефтезавод, особых выбросов, если нет, аварий нет. Ну любая авария, это взрыв, это выделение газа непосредственное. Это обычно таких аварий в химцехах не допускают, если это все новое. А вот именно загрязнителем являются вот эти перевалочные операции. То есть выгрузка кокса с батареей, загрузка его, перевалка шехты по конвейерам, углефабрика, выбрасываемые хвосты, угольные шламы. То есть вот эти вот все производства. Ну и конечно у нас на старых заводах, это не герметичные емкости, дыхательные клапана, откуда пары все, как бы мы не хотели, в атмосферу выделяются. То есть любой химический завод у нас с какими-то выбросами, согласно проекту оценки воздействия на окружающую среду, будут. И никуда мы от этого не денемся. Ну давайте будем честными, и в принципе мы видим по Усть-Каменогорску, что происходит, и все, но мы видим по Тимиртау, что происходит, и в других городах Актау мы все это видим. Но наша экология почему-то разводит руками, и все хорошо. Поэтому здесь, если честно, это мое мнение, и я имею право его выражать, у меня доверия к нашему министерству экологии особо нет. Вообще тут как надо судить? Вот мы сейчас проговорили, что есть четыре технологии. В городе как произошло? Кто-то услышал слово Коксахиб? Смотрят новости, что Тимиртау, все, что это яд, фенолы, вред. И вот это вот весь ажиотаж начал среди, ну в соцсетях и везде подыматься. А ведь даже кроме слова производства Кокса не сказали ничего. Но оно само по себе страшно. Не показали ни проекте. И мы-то понимаем логично, что любой... Не показали ничего. Поэтому, чтобы судить досконально в дальнейшем, надо... Ждем встречи со собственниками. Надо увидеть хотя бы бизнес-предложение. Даже не проект, а что в себя будет включать наш завод и какая продукция будет на нем производиться. Я надеюсь, что после того, как мы отправим президенту подписи, да, и что все-таки, может быть, он как-то посодействует, чтобы все-таки произошла данная встреча. И собственник успокоил, показал проект, сказал, что все это хорошо и радужно, прекрасно. Но мы очень на это надеемся. Проекта, скорее всего, нет. Максимум, что нам покажут, это бизнес-модель. По которой, как можно будет понять, что будет производиться, какие будут выбросы предварительные. Но первоначально все равно всем жителям города Лидера хотелось бы увидеть инвест-программу или что, какую-то программу по восстановлению ТЭЦ. И тепловых сетей, потому что, как выяснила предыдущая комиссия, и сейчас то, что идет ЧАЭС, ремонты не производились, либо производились недолжным образом. Вот. И сейчас пока новому собственнику нужно в это вынешать и вкладываться, и какую-то он будет разрабатывать программу. И именно с ней он, возможно, выйдет, так сказать, и в Акимат, и на встречу с людьми. Вот. Я надеюсь на это. Ну, первое, конечно, условие, вы правы, Валерий Вячеславович, что первое условие, это было восстановление ТЭЦ-ридера. ТЭЦ-ридер, правильно назовем. Гарантированное тепло. Гарантированное тепло, да. И на сегодняшний день мы видим, что опять, в принципе, в квартирах холодно, батареи теплеют, скажем так, да. То есть, они уже буквально совсем теплые, и становится холодно. Что происходит, тоже нам никто не дает комментарий на это. Поэтому я все-таки очень надеюсь, что собственник выйдет на связь и будет предельно честен с нами в Сене. Я благодарю вас. От меня есть еще предложение, Алиска. Да, давайте. То есть, у нас получается, что сейчас в Казахстане идет большая программа по газификации природным газом. То есть, у нас уже протянули газопровод в Карагандинскую область, на мою родину. Идут разговоры о том, что котлы Арселор Миттала будут переведены на газ. И из правительственных программ я такое слышал, что Восточно-Казахстанскую область тоже будут газифицировать. Но газом российских регионов. То есть, как я слышал, должна быть еще договоренность там. Соответственно, чтобы привести в порядок экологию ТЭЦ, хотелось бы, чтобы наша ТЭЦ, как самая экологически безопасная, работала на природном газе. Если у нас в стране есть такие ресурсы, почему бы ими не пользоваться? Прекрасная идея. Мы все поддерживаем, я думаю. Это будет самое простое и самое правильное. Потому что Казахим и ТЭЦ путать не надо. Вообще, если опять большой Казахим брать, ТЭЦ на Казахим работает, а не Казахим на ТЭЦ. Но наша задача была узнать все о ТЭЦ, потому что нас интересует тепло и выбросы. То есть, в принципе, это взаимосвязано. Я вас благодарю за прекрасную беседу, за то, что вы разъяснили. Я надеюсь, еще раз повторюсь, что собственник ТЭЦ выйдет с нами на связь и будет предельно честен. Все, всем хорошего дня. Огромной вам благодарности. Продолжение следует...